Я бы хотела трошки презентовать ту деятельность, якой займаюсь уже на протягу, это рано два дни тому назад. Мы подлечились с моими коллегами, что мы этим займаемся на протягу пяти годов. Ну, в этом смысле, что я включилась так довольно активно в актуализацию, популяризацию историко-культурно-спасчиногородни в 2010-м годе. Трошки разповеду литерально некальки прикладов, спадеюся, что они будут аттрактивными, для чего это? Бо ведать, что есть цикавое про свой город, про свою некую малую родину, какое есть место, где вы живете, про этот район в городе. Это добро, але веды, они могут забыться, а веды, они просто, когда они не выкористовываются, они не имеют никакой конструктивной, ну, наполовину, важности. Вот, и тому, может быть, вот сегодняшняя презентация нашей деятельности вас наткнить на то, как вы выкористовывали, популяризовали то, что уже ведаете, те еще доведаетесь, вось праса те формы, яке мы выкористовываем. И одразу почну с презентации, вось, той организации у склада, какой вы похожий, и одной из инициаторов створения этой организации была в 2010 году, это «Ворштад Эдей». «Ворштад Эдей» — это организация, якая занимается, ну, что такое «Ворштад», да, вось, тому, что ведь мы сейчас задумывали, что такое «Ворштад». Все ведают воркшоп, это подобное слово, так, «Ворштад», «Воркшоп», вось. И головная идея нашей организации — это и объеднать людей, и те, которые цикавятся истории своего места, ну, в первую очередь, в этой городе, потому что мы локализованы нашим городом, ну, и так само, там, в истории родинского района. Ну, и, окроме этого, мы створаем, ну, споделюсь, что створаем, ну, спервацовку для популяризации минулого, а так само мы хотим, напевно, представить некую альтернативную историю. И, вось, шмат, я думаю, что за Городней замацывался таки бренд, хотя я не вижу, что это только в моем явлении, бренд об тем, что Городня больше всего улучается, то, по книг по обучению Городни, там, по истории, по культуре так само, ну, кроме, напевно, археологии, и остатние периоды довольно значительно выучены. Так, вось, за наукового пункта погляда Городня довольно так добре представлена, а, вось, яким чином зацикавить просто широкого человека, городжанина, вось, той историей, какую он мае, какую он бачить. Патребны, конечно, ненькие, вось, таки, ци визуальные, так, моменты, как притягнуть, так, увагу чоловека, ци, напевно, яще могут быть инши, выкрасанья инших методов и инших почутцев, так, наприклад, смаки так само, еще будут сегодня представлены. Вось, то, что дотичится визуализации, то, наприклад, вось, уже четыре годы за пар, мы выдаем, вось, такие чудованные складанки, складанки тых объектаў, які не захаваліся, наприклад, тут представлены фара вітота, гэта костюм, каліся он был самым старожитным ў Беларусі, не толькі у Городні, вось, еще при вітоті побудавана, яго узарвали, узарвали ў шестьяк пешым годзе, вось, як узарвали, наприклад, змісли і царпоўдзвіставање тут ў Витзерску пряокомісу, іще поразмаўляем с вами. А побыч, вось, такі невеличкі домик, это домик маэстро, який был побудаван в 18-м здраводзе, вось, наприклад, так выглядае, гэта складанка, для того, каб скласьте, я патребен толькі ножницы, добрый настрой, так, и, а, ну, клейку, конечно, такі складанки, вось, такі складанки, веўмі фаренарі заходзе сирот децеў, ну, конешни, такого взрослі деся шеў плюс, так, ну, і сирот дорослов, так саме, накрасаецца папілярнасця. Вось кожны год, ў нас буваеца така конференція, як калічне назваесе горадзянске палимпсеце, зараз горадзянске социум, вось кожны год мы презентуе такі складанки, вось ўшу три гады, спочатку бала фарвіта, тапася, вось, то, што вы бачите гэта радзуша, яка не захавалася ў нас ўгроўній, ну, і так само до викмаэстро, вось, в иному годзе, мы презентували. Гэты, ну, гэта і визуалізація, гэта і, напрыгат, распроцовка, там, дробны моторыки для децеў, гэлі мафайна, ну, і так само можна працтавець полнася абйёмна, да, таму што, галі мы бачим малёнок, гэта зусім інша, галі мы бачим полнасяць гэты абйёмны будынок, помнік, які не захаваўся, вось, ся сама колонна, то, што, наші складанки гэта, не складанки дых объекту, што стоять, побач, які можна бачця, міннавіта тых, які не захаваўся, ну, вось, ну, і сподзеюся, што гэтам, мы бачим далі, і будзе інша якась ця складанка, вось, така реклама, складанку можна бачить, оборотни, по адресу, таким-то, таким-то, ну, коли захочете набыть, то звертайтеся. А наступна, ну, лидарана, пару вось таких наших спрау, на керунках деяностей я презентую, не хвалюйтесь, их это не будзе знато дого, а я наступна, про што я б хотела расповесить, ця гэта актуалізація Градзенской драулян архітектуры. Наколькі я ведеў ў Витярску, а маў, што не захаваўся драулян архітектура. Вось, ну, га родні пашанцавала, і зноў такі пра бренд га родні гэта драулян и лямус, пра які ўсе чулі, а не каторые інавад бачили, а не толькі чулі, лямус 18-го годзе, ну, лічіца самым старажытным драулянным будзинкам ў Беларусі. Вось, а лярка мягаўтага драулянага лямуса, ёсць цылы кварталы драулянай забутовы, вось, не каторі будзинкі я вам пакажу, які були ўзведзі на 19-м, пачатку 20-го годзе ў розных стылях. Ну, пераважае, там стыль модэрн, а таксама стыль конструктывізм, ну, закапанскі стыль, вось, напрэк, гэта конструктывізм. Дарэч, вось гэта домя, які вы бачите, гэта адзінца дамо, так званая Наставінська колонія. Бо 30-е годы для наставникам був адвэдзіна пляц, лярка будзавалі цэлы районы, які скадаўся вось такі будынкаў. Нажаль, з 10, там, каля 15 будынків було ўзведзіна, і нажаль, до нашого часу, вось, такім, давалі добрым стане, закапанскі толькі адзін. Вось, була таксамы іще не толькі Наставінська, а работницкая колонія, вось гэта будынкі пабудаваны для сяній, які знаходзіліся, ну, такім тяжким стане, які самі не маглі сабі дазволіць ўзвесці дамы, і таму, вось, така соціяльна паліта, ка была ў другой речі паспаліта, і для іх будавалі вось такі незвычайныя доміки. Гэта доміки вельмі добры захаваліся, тому шта учім справам. Вось, калі пабарэнній, вось, бачите ё, пабарховы, там, шматвоку, да, гэта дамы належыць некалькі гэсподарон. І калі някалькі гэсподаронат раніх, хтось ці пастаў шкопакета, хтось ці пастаў пакета, хтось ці не будзе ставіць, хтось ці пафарбуе адным колером свою ўчанску, інші не будзе фарбуваць і гэта далі. І таму гэта будынкі, ну, яны па розному вавлітаець, ну, вось тут просто скаопіраваліся. Вось, жи хары, з большаг інтэлігэнція живе, ну, яны паўшы, таким чынам захаваць. Ну, на колькі довг гэта будзе становішча захавацца – невядома. А вось гэти даміки, яны належыць, зазвичайно, адному васподару, і таму більш-менш добрым стані, хтось нікатуре зі ёх ўжо садянгам так гэта зробіля. Упрыгожыли. Так, калі казаўць, да, вкосі. Ну, іще вось такі дамы, гэти дам на так званам райні, новы свет. Вось, на жалі, гэта дам ўжо знаходацца пад пагрозы зносу. Мэта ёчэ займаўся не толькі нікатам пакулялізація, да, але ёчэ рыхтуем документацію па внесыню ў спіс помніков, ў спіс ахоўваймых, які знаходацца пад ахоўай дзержава. Вось, гэта дам адмовілю вносіць. Ну, і сказаўі, дарулян архітектура, ёна, на ўгол можна ад не свертацца, ёна не будзе ніяких міць шанса на теў, гэта паднесті ёх ў спіс. Хаця дам, гэта збонку, а гэта ўнутры. Вось, такоў аздаблення. Вось, так выглядаец ёго падвалы. Даболі глыбокі. Вось, ну, тут, вось, нікатарі прэклады, разбурынў за пушні годы, разбурынўдаволі шмат, нікаркі дзісятку дамо ралян архітектуры. Хаця, маглі б выглядаць, напрэклад, ось так. Эта друскеўкі Литва, ёс, пуглі дзіць бельмі падабныя. Ось, гэта дам на ўгородній, які нібыта згарыл, так, ці, там, дапамаглі ёму загорыцца. А, вельмі падабныя аба архітектурам, правда? Вось, і якім чынам, ну, ми виршылі зварнуць ўбойш ўвагі, вось, мінняця на драўляну архітектуру, і зладзілі выставу. Выстава вось такіх банарам, на яких, ви бачыці, історична така ўта ветка про той ці іншы будынок, фотоздымкі, малюнкі гэтых аб'єктов, а таксама, ну, чертяжы, ну, умовна ёх можна называць чертяжамі, яны зроблены адным з архітекторам. Вось, для чаког мы гэта робілі? Кап, ось, гэта матеріал, ну, тут ёан по-мастацку так размещаны, но сама реч, ось, ўся гэта історична адыветка, ось, гэта чертяжы, фотофіксацыя, гэта ўсё знаходцца ў нас у тэчкі, і, напрынгыд, калі, ось, той же самы дом на ось Валковіча будзе разбураны, то ўся гэта інформація захаваецца, і тады ўжы можна будзе, хця па гэта інформація, яго адновіць, ну, кабі, в нас, будзе махчынць. Вось, і выстава ладзілася ў дваре адна із галерею, ось, мы так на окнах гэтэ паннері вішили, і не тільки на окнах, адкрытё якраз. Гэта выстава, ось, я была іще музея Максима Богдановича, правда, не ў Городзенскім, а ў Мінскім. Вось, тому вельмі файна той, шка мы пайшли далі, вышли зам ежегородній. Чамо ў музея Максим Богдановича, своя сямьёй, калі он іще була даволі малы, внутрі трьоха да ўнць розсі, яка сім'я жила якраз ў тым районі, де знаходзілися будынкі даравлян архітектуры. Вось, далі і так сама, окрамяўся такіх выставу, мы іще зладіли выдання паштовок даравлян архітектуры, і не толькі таких домоў, да, з виявамі домоў, як, наприклад, ўсіла гэта паштовка, але асобных дэдалю, даравлян архітектуры, наприклад, дзверы. Пось, на сладзі вы бачите дзверы, фотосдымок дзверы, а дареў ўжо, дареў мені немам, боў, ўжо не захавалася тих паштовок, все раздали. Малюнок, гэта малюнкі, намаліваны адрукі, ў нас прем'ю ісфайна патриотка-мастачка, Наталія Климовича, і она вось такі намалівала нам дэдалі. І не толькі дэдалі, а вось домкі таксамы. Вось, че тут проставлено. Тведи дареўші, ўжо зніжені. Ось, акошненькі, бо бачите. Таким чином вылітала ўшо год дыма назад, ось так, на малюнку, но і зараз сам ўжо не захаваўся. Вось, чому дэдалі? Тому што шматликі дареўны були перероблены. Штосі там з'явілося. Ось, наприклад, в окна захавалися. Ну, і они таксамы представляў таку даболі значену каштовності, як історичному, так і мастацку. Нават, більш мастацку. І ось, окріме таго, што выявлено припадут ваканіць, то з другого боку у нас іще вось такі фото з дыма таго дыма, адкуль намалявана гэта вакнана, таксама адрес, дзе можна знайзці той іншы будынок. Ну, пася, вы можете поглядзіць па штоўкі, правда, їхні шмат, на жай шукала-шукала, і оказаласы, што мені їх і нема. То будыць іншы вырежмаць. Вето той, што датычыцца такоў спадчыны, яку можна было, калісті, наприкад, дакванулся, яку можна було так ўбачыць уявна, архітектурная спадчына, але ёсі ще нематріальная і на ёсі звернуць ў вау і ве мя складана, тому што, ну, як розповіцца там про пісні, да, толькі проспіваць, да, а як розповіцца про стравы, які готаваліся, наприкад, сто годы тому назад. Приготаваць. І вось акурат ў минуум годзі мы зладзіле вось такую вечарыну, яка называлася Смакі Гародні. Мы знайшли рецепты, які былі пакулярны у ресторациях міжвоєнного часу. Ну, таму што, чому міжвоєнного часу? Бо більшість крініц засталося мене віта з того перейду. Вось, а так само, так як я працюю с oral history, бусных історий, то яще, бельмеш ма траспагадалі маі респондэнты про те справы, які ці сами готавалі вось у той час, ті стравы, што каштавалі у той ті інші ресторации, кавярні. І таким што, ми назбирали нікалькі рецептів і самі готавалі. Вось, наприклад той, што ви зараз бачите на сладці, гэта Гароднінський творожнік, можна по-модному його назвати Гароднінський чіскейк. Доволі смашні. Далі є ще рецепт Гароднінського бельміка, які діляється не історичним. Вось, гэт рецепт придумала сімейна пара, яка открыла храму, ткалі назваецца гэта храма і шукають розні такі особливості Гароднінські, які дотисяться в Опраткі 19-го, початку 20-го року, які дотисяться так само сувінірна ніяка продукція, яка популярна була. Ніякі ізюмінкі Гароднінські шукається, вось, вони вирішили ще знайсці, вынайсці рецепт Гароднінського бельміка. Вось, тая дожка, яку ви бачите, сказує, гэта дожка, яку вони самі зробіли своїми руками. Такі майстрі на все руки, можна сказаць. Вось, і, акрімя тагу, што ми гэта все прыгадавалі, пасле іще зладзіли вечерину з частаваннім усіх гэтых плюдул, то іще выпустили паштолкі паштолкі з майкі Гародній, вось, наприклад, ну, адзім пакажу тут, македонська гуза, яка була вейма популярна у міжвоєнний час. Міня одна жінчина, калі ріспадалавась пра гэта напоя, і она ніяк не могла мені розпомачить, што гэта. Вірма падобна, па свій консистенцій, на те коктейли молочні, які зараз продаються, але кажа, македонська гэта напоя, і с таким задовольненням, таке милення на куарі. І ми потім нашли рецепт в гэта македонській бузі, яка залася, що доволі склада надо готувати, треба готувати за тіді, до того, як почастовався простыді можна було. Але, ну, самі складнікі, ані вірма лёгкі, амай, што гожна крамі можна знайзти. Так ось, тут баява гэтага напоя, пасля баява адна із вулиц нашай горадзянській, ну і при гэтам баява, яна така сполучена, старжитний горад, і там, початку 20-й стакой дзі, і сучасний. Ну і, а кроме гэтага, садбарок на боку можна знайзти рецепт, вось, і прыгадаваць ту ці іншу страву. Вось, гэтай паскулкі ви можете поглядзіць, вось, сама, уклада. Можете поглядзіць і можете, да, взять сабе. Тому што, вось, так як гэтай праект ладзівся вось, у Снежній місяце, ну, адна самітална, вось, гэтай паскулкі ще зісталіся, а вось, і останні, вось, вось, до 2000-й рівлян архітектуру, на жаль, яны уже разышліся. Вось, ну, і наклад, канешну, не вельми великі, на конд вынікал, да, вось, гэта імпреса, яна була, ну, не тако камерна, як наша зустріча сьогоднішня, була більше людей, там, халя тридцати члобіг прийшла, але, ну, на, на 350 тис Члобіг, які жовуть угородні, гэта нічо, так, вось, і гэта пасцалкі адеа памагається, як гэта пасцалкі, гэта пасцалкі, гэта пасцалкі, Они за рецептами выросли, простите, по нашим ковярням. И в одной ковярне мы сустрели, можно сказать, открытость души и сердца. Одразу им сподобалась идея, чтобы оказывать свои городские рецепты. Когда мы заходим в ковярню, когда мы можем встретить ковярню помощь в сегодняшнем городе, это будет не то, мы за все то что-то шукаем новое. И вот эти гражданские рецепты, один злоданник у нашей ковярника, называется «Карчмальонтак», взял на предмету, и в год кем часу, в наступном месяце, у них будет изменение в меню. Они включат некоторые из этих рецептов, а по-другому, они еще изменят свой интерьер, убачившись в этой паштовке, убачившись в эти два сполучения старого и нового города, и они так само запросили того же самого дизайнера, который нам допомогал. Трича, это студент третья курса, гистфака. У него такое хобби, промышляю уже, напевно, на другой год. Ну, это для чего я скажу, то есть, что мы имкнемся не замыкаться своим колям, мы имкнемся исти вдали, не завсюду застрекаем, конечно, разумение, не завсюду нам удается расповсюдить, выники своей працати, хотя бы идеи на инши установы, які, маяць, больше там кола людей заргажевана, але спробуем неким чином деничать. Хотя, я еще хотела звернуть увагу на тое, что нам допомогают наши мерцовые СМИ, и так им не хапая, ведем часто, не хапая новину, то они сами там до нас вертаются, как мы что-то уже организовали, и к этому им паим. Ну, это для того, что мы супрационничаем с розными сферами. Вот студенту я уже назвала, СМИ, ну и так само, вот, владельнику колярню. Зараз спробуем неким чином долучить. Мы зараз активно включаемся в такую, напевно, вельми тринадовую сферу, как в 3D-моделле. Вот, и 3D-моделли створили, акурат так само в новом годе, 3D-моделли вот того же самого экрана, фары витла, то, який не заховался, вот, и зараз в эту 3D-моделлю я без проблем пока дать. Ну, тут уже не от початку будет, может, не видно добрая якость. Вот, ну, это вот такая, можно сказать, проба перабола, вот, допомагал, ну, два архитектора, один с городом, другой с Минском, вот, яны с усими незнайомыми помеж собой были, один створил 3D-модель, вот, в это храме, а другий уже, вот, таки ролик. Ну, может, не зусим да працава, но все, ну, але, видите, у нас есть сайт, який называется «Хародняком». И, калі мы посавили в это ролик с «Хародней», то, ну, у сотні разу повысилася наведбальность. Ну, это до того, что дзенеша на человека, потому, что на «Хародняком» мы смешаем с большего информацию, такой кшталту историчного, историчного культурознавчага, вот, а коли мы уже сместили тое, что можно там за одну хвилину поглядеть, то одразу взросла наведбальность. Ну, это на кольке разъединились, ресты, можно такое доследование проводить. Вось, ну, напевно, а, вось, аккурат, тое, что дзенеша на «Хародняком», ну, это не дзякай за вагу, вось. Вось, там вы можете знайсти информацию, какая дзенеша на «Хародне», и так само нашей деянности, то есть, поскаке мы сегодня бачим, вось. Але, ну, коли мы поглядели на эту картинку, там, гаду-деся, там, и назад мы сказали, сусим, амачно негодно бакарна ратуша, дзенка нема, и зараз на дазин момент вам пошанцевала, и отновилась в Воскресенская, святая Воскресенская церква. Вось, и аккурат на гэту тэму я бы хотела за вами, ну, уже дзет больше, напевно, в форме далога поразмовлять, на коль-то отновление, на коль-то страччины-спарчины, что, гэт, такое страччина-спарчина? Ну, отновление, якое оно повинно быть, что значить отновление, яким чином оно связано, так само, с гистоличной памятью, ци политика памятью. Вось, и при гэтым на таким правнанні Витебска и Городни. Чому гэты Городу, заразумела, таму, што я с Городни, так, вось, Витебска, гэта па-пеша, а другое, нам казалось, што шмат, некие падеи, а так сам будынки, нас связываць, и архитекторы, навод. Вось, и починям, напевно, Меделита с... Церквой Звистовани. Церквой Звистовани, ну, про ехи-стору я сподзать вам не буду, таму, што я думаю, што вы божь шведэльці, чым я. Вось, толькі адна гада, птэм, што церква бала узарвана, да, гзнэйсі, ну, шдець, пешым кодзе, пасля ўсімдесятай гады, аказалася, што гэта, помніг історію культуры, то трэбе гэго обороняць, да, к консервавалі, вось, тэе парешткі, які засталіся, ну, а ўжу, ў дзевянастая гады вырышылі аднавіць. Ну, наогл, вельмі, така цікава сітуація, да, бала звязана з тым, што, пішэльпочаткова гэта церква бала внісіна, вось, ўсавецкі гэта спецгістару культурну спачну, гэт, пешшы спісаки наогл зявіць ўбойць, 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 пешшы спісаки наогл зявіць, ўбойць, культову будинку, а вэта дадыщыцца і палаців, які павсюю Беларусі були раскидані, і, ўс, ўс, ўні повністю були заріновані, якраз, ну, не ўсе, конешні, ў шестидесятые гады. Вось, і одновленье, так? Што значыць одновленье, реконструкція, реставрація? Я думаю, што мы не будзем з вами віз гэтам мерковыць, тому што я думаю, што в гэтам мерковыць ўжу. А напоўна, с Степаном Стрейка, калі ўн приўща, вось, паўна, адзіна самых адолітэтных спеціалістів ў збраві ахоў хістару культурну спачну, на дадзіна маўна табелоні сіда рэ, тако, паўшу чараку хазя, і практику таксамы. Вось, але, хацела б, ну, вось, пра хістарю гэтыцар, паўсе бедаеце, ну, і ўсе напоўна там бэлі, бачылі, якім чынаме она зараз выглядая, бедаеце напоўна, хто архітектор, аутар проєкта вось гэта храма, паўсе бедаеце, паўсе бедаеце, паўсе бедаеце, паўса, назаву гэта прозвіще, імае ёе прозвіще, таму шта, ён звязана згародній, ты не толькі згародній, гэнаць лавлецкі, вось, ну, занакамедзе гэтам праектам, пасяя праектам, бэліся глебскай царкве ў новогрудку, вось, і екак, а реконструкциў, ну, а таксама праектам, звязаным с адновленийнам Калужской царквы, Калужская царква, ца Борисе Глебская царква, таксам ёк новогрудку, да, Борисе Глебская царква, яка, была, ну, исторична доведка, была пагодавана ў двенадцатом ста годзе, в конце двенадцатого ста годзе, является таким прыгодом Глебская архитектурна школа, яка, довольно добро заховалась, а, правда, заховалась, я её только одночаску. На гэтам слайде вы бачите малюнок Наполеона Орды, кэта, другая была шестидесятых годзу, девятнадцатого ста годзе, каліця, ква, я естенка, одна со стенок, обвалялась ў Нёман, ну, гэта была звязана с розными причинами, по-перше, то,е, что Нёман падмываў вару, на кой знаходзе гэта царква, по-другая, крэніця, які, можно сказать, разрезаў ўвесь гэта схэл, на кей знаходзе царква, то яны садзеўчали, ну, што узроў вен дзявлі там опускаецца, и пасеўчный день таксама. Ну, ось не гречне то, што, бацавані, каля паднужа горы, каля сама царква, збудавалі ў початку 20-го збудаваў, и пасеўця, царква обвалілася, і до гэта стояла, не дзявчай, там, на працяку пятидесяці гадо, а пасля, ў кальце 19-го збудавалі, ось, на верхнім подозымку, ў бачите, ўже вудавану і сучасны зымак в Каложской царквы, дзе, не захававшыяся царква ўзведзена с вельме такого традицинного для Беларуси матеряла, з древо, вось. А ў 2008-м ходзе, пачалас ўляцца информация, обным, што, адбудзе реставрація гэта царквы. А вот гэта назывался не реставрація, а реконструкція свята Бориса Глебска царквы, гэта значы, што, ту ўчастку, што была ўзведзена з древа, хацелі ё прыбраць, і царкво ўзвездзе ў тым стылі, якім бачу ёе Геннадзе Калурецкі. Гэта был, бамін был быць храм двухвежавы, вось. Та істана, яка не захаваўся, павіна была быць ўзведзена с сучасных матеріалу, але, мінавіта, яна павіна была быць такого ж самого выгляду, як гэта захаваўшыяся сяда стана, адабохам, там, із выкрыстані майолікі, адя ўшы сучасны, із выкрыстані валуну гілмараваны ўстена. Вось. Гэта праект был ухваляны Министерством культуры і адзелам па хобі спадчаны Министерства культуры. В 2010 годзе пачалася доволі така массава акція, яка называлася «Подродзен царкву разом», збираліся ўрошы, на тоя, ка подрестававаць гэту царкву. И вось в той же час актавізавалася гармандська суподнаць ўгородні, і пачалі з'являцца артыкулы пра тоя, што гэта реконструкція ўна праўядзе, може праўядзе до того, што мы стратим Калужскую царкву повнаццю. Бо не були проведены геологичны доследування, не були проведены докладны археологичны доследування, хатя, някото археологи кажуть, што все добре, што в 70-80-х годы все выучено, все доследовано, вось, але сам реч, пиратамек пачачаваць гэту ця праце, трябало шарах шарахеўе мероприемство попередних организоваць, вось, ну и натуральна, што критиковавался сам проект. Бо як выглядав царква ў 12-м стагодзе, никто не веду, а хотели адресуваваць на той час, 12-м стагодзе. Ну и Геннадзь Валарецкий гипотетичныво своў простаў проект. И были проведены раманскі слухани, перші граманскі слухани, кі біля организованы товаристам беларускай школы, вось, и на гэта их граманскі слуханих, дарююще ўдзеўнчава сам аутар проекта Геннадзь Валарецкий, біля праставлены, не біля праставлены, а ўдзеўншали исторыкі, археологі, краязнаўцы, вось, и натуральна, што жахарайваротнікі біля зацякаўлены у тым кап захавадзе гэты помніг, ті пасадзеўчыць реконструкція, ті надвороцца, як кімсі шынам супрадзеўчаў гэтаму працесу. Вось, і ў выніку, цырква, як біла, каменна драмаўна, так і захаваласа пасынышній дзеўн, як сказаў наш ебискап гродзенскі Валкавыскі, артемий, што біла, 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 вось, цырква не будзе реконструавана. Вось, цырква не булі, цырква не булі, цырква не будзе реконструавана. Вось, чаму я, вось, так патрабязна прагата распоедаў? Тому, што, наухал, проекта реконструкція Калужской цырквы, ён цыркнувся с 90-х годов. І напоўна, біли б сродки, і напоўна, боўше ожидання, місццовых ладоў, ютамреку цырквы, епархии гродзенскай, то, мы бі, за місць Калужской цырквы, каменна драмляна, миле б вось такі ж самы храмы, які мае Ветерска цыркву вось злиставање. І, як би, паустае пытання. Вось цырква злиставање, якае, так само, мы неведаме, як она выглядала в 12-м стоводзе, докладныя, ну, талки, там, стены, да, вось, в этой подмурке, які захвалися стены, паустае, навыше некальких метров, але, што було на версі, так, ну, мало ведома, не выучена. И вось такі проекты, и проекты аутарски, Юнатия Лавлецкого. І тут паустае паустае паа интерпретациў спадшины. Это значі, што, вось, дадзене помник, ке деляцца помником, так, есцерка культурна спадшина, кеўкова дзедажава, там, написанна, каля, не пауляюся, дванасцаца астагодзе, там, и написанна, так? Вось, і... Як да яго ставецца, так? Гэта паунасна, паунавартосна аб'ект, да, ці... гэта ўсёкш такі прыдунка автора, і якім чынам людзі ўспрымайць гэта аб'ект, да, ў 90-е годы, на самолючем, гэта была вельно спраяльная сітуація для аднавлення церква, для аднавлення тых аб'екту, які былі разбуранны, ну, і хто паспів, вось, гэта гэта маў такім храм. Вось, ці, ўсёш такі, ёсць тако мяркавання, тим, што, як ж бы стояли такі руіны, да, і... руіны божь аутентичныя, руіны божь інформатывныя, руіны, яны, правда, не такі атрактывныя, як, напрэкад, паунавартосны аб'ект, але, ну, не суть божьо, там, напрэску гістарычну, вось, і... і тут, ну, такі, тако ад пытаўне, напрэвана, провакційнае, вось, на ваш погляд, ці... напрэвана не так сформулию пытаўне, на ваш погляд, аднавлення церква, царквыць звяставанне, а... гэта был крок, на тоя, каб, аднавіць спадчана, ці гэта был такі некі крок па інтерпрэтація спадчана, ці гэта был крок па... на кераваны на... на... ну, гэта ўже звязана з теори, да, маніпуляцій, так, гістарычныя пам'янцю. гэта па даме... гэта па даме. Плашно з того, што, восьштакі па ранова ці, дваг, гэта будынкі на полна некорэктна, бо гэта гадзінскы царквы больш засталася. гэта цэлая сцена, гэта паўны апсіда, здаецэ, гэта ўсё оригінальныя, а... гэта віцебскі храм про аміщенка, мэта ж, була знішчана машта помнэстю, там, крыковый шейт фундамэнта із сутарэн. Для экспонувания это было, ну, люди ходили, там, советские участки ходили, что они бачили, детям побегать только по этому руину, да и все. Градзенская церква, навод, коли убрать эту гравляную участку, это бачили, что это церква, что это стена, там, крышки, привожие. Ну, то есть там, градзенскую церковь можно экспонувать, там, коли у аварийным станет гравляная конструкция, то их можно заменить шклянными, это было бы идеально, по-моему. Ничего не градзит нового, просто шклянные такие, ту самую гравляну, только шклянные, по-моему, это было тут, и шик. И она могла бы выполнить и руины этой функции, издаваться, и руины, привожие такой, очень важную машину. Витебская, ну, параешчанка, она тренуливается, не могла бы выполнить машину никакую функцию. Визуально, так что визуально, это, ну, метр вкладки, ну, только что вось цикавые людям, які занимаются долистом, можно было бы подглядеть на какие-то тычки, важки, каменные ката-поставки. Больше-то ничего не ма, ни уявление про храм, ни функцию храма выполнить не может. А на той час, в центре города, в 90-е годы, там же ж негодного храма не было. Треба не уйти, было верникам молиться, ну, спочатку дробля на этом было изведено. И тому реконструкции было не обходно. Ну, да, это фантастичное уявление, про то, я помогла бы результате им, ну, медицинская, эзантыская архитектура на наших землях. К тому мне сдается, вось Витебскую церкву правильно, что обновили. Вось таким выглядит. До того, что там проэкспонованы участка, яка закрывалась, можно докрануться до этой истории, помацать ей, проследать. И прыгэтам деконовую функцию храма, верники ходят, молятся, боженство проходят. А Градзенская церква, ну, сдается, раз в этой конструкции дробля нас сто, потом простояли, то, значит, я, ну, что сами уявляю с ней какую каштовность, то вот им, отрывлянная церковь, ну, наполесь эти идеи, она же занесена, испись, историко-культурных каштовность. Так что, ну, везде, отрывлянная церковь сейчас не уявляет каштовность, как раз таки уявляя. И там, як я наёсь, лепет так, когда… Поехалиaria